Тамаре Александровне Бойко было всего 15 лет, когда началась война. Она встала у станка, для этого ей пришлось использовать деревянный ящик. Роста не хватало. Она с ужасом вспоминает, каково это, в таком юном возрасте увидеть мертвых. И вот рульки мерзлые торчат. Ноги, вы представляете, не дай бог, чтобы эта проклятая война пришла сейчас. Пусть будет мир во всем мире, пусть будет чистое небо над нами. Чапаевск носит почетное звание города трудовой доблести и славы. Его жители в период войны активно снабжали фронт боевыми снарядами. Тамару Александровну вместе с другими ветеранами наградили юбилейными медалями, которые утвердил президент России Владимир Путин. Они приурочены к 75-летию победы. Конечно же, будем стараться и впредь, не только мы, но и последующие поколения, которые придут после нас. Конечно же, чтобы это внимание к ветеранам, уважение к их подвигу всегда хранилось в наших сердцах. Евгений Серпер провел в Чапаевске весь день в рамках региональной депутатской недели. Он посмотрел, как тренируются юные хоккеисты, посетил спортивный музей, провел совещание по развитию Чапаевска, а также открыл форум «Позитивная территория», приуроченный к пятилетию российского движения школьников. Задача форума – это, во-первых, увлечение как можно больше активной молодежи в это движение, и в том числе, естественно, эти люди, которые добились уже конкретных результатов в разных отраслях, это талантливые дети, которые должны в перспективе стать квалифицированными сотрудниками в разных отраслях, выбрать себе профессии. Накануне визита в Чапаевск Евгений Серпер также посетил Сызрань. Там депутат встретился с ветеранами, поздравил их с юбилеем победы и наградил памятными медалями. Андрей Фадеев, Сергей Костин. Новости губернии. Новости губернии.